Всем привет ребята, меня зовут Джон Доу, ну что ж, снова мы смотрим очередную презентацию PlayStation, в этот раз должны назвать цену, хотя она и так уже известна, должны показать какие-то новые игры, новые проекты. Ну давайте смотреть, я вчера проспал эту презентацию, поэтому смотрю ее с утра уже, да, так вырубаю, подожди лайк, они еще не заслужили. Так вот, я не смотрел вчера, прям максимально оградил себя от всех спойлеров, не заходил в соцсети, не заходил в Дискорд никуда, и вот сейчас вот буду смотреть без знания того, что меня ждет, эту презентацию. Ну что, поехали, давайте начинать. На самом деле, я стараюсь не завышать ожидания, вряд ли чем-то удивят, по-настоящему. Так, понятно, все это было уже в прошлый раз. Угу, да, все это было, то есть пока ничего нового мы не видим во всем, то что сейчас показывают. Там куча инсайдеров постоянно рассказывают, что вот сейчас покажут Silent Hill, вот сейчас покажут Silent Hill, вот в этой презентации покажут Silent Hill. Я знаю, что никакого Silent Hill на самом деле нет, я не понимаю, почему СМИ продолжают эту ерунду постить, теряя репутацию полностью. Особенно там этот Даст Голем, вы же знаете, да, что его лишили админки на Реддите за то, что он распространял недостоверную информацию. А наши СМИ продолжают постить инсайды, в кавычках, да, с Голема. Ну, короче, красавцы, современная журналистика, ну ничего, скоро мы проедемся по журналистам еще разочек на третьем канале, поэтому подписывайтесь. Что у нас тут? Так, тихо, что-то началось. Ага, на ПК записано. Так, ну чё-то японская, судя по всему. Сразу видно. Чё-то... Это финалка, это шестнадцатая финалка, да, ну это понятно, по чё-ка бы. Как и говорили, что ее, да, покажут именно на этой презентации. Интересно, хорошо. Ага. Шива. Мы ее знаем. Интересно. Говорят, что эту финалку разрабатывают, скажи тебе, скажу, разработчики Final Fantasy XIV онлайновой игры. Она очень успешная. Не, ну я прям жду. Я финалку обожаю, и как бы пора серию возрождать. Намура уже начал это делать, Final Fantasy VII. Кстати, прохождение вы можете найти вот сейчас вот здесь вот. Там перевожу все, даже лор перевожу. Так что это уникальный проект в Руссекторе Ютуба. Переходите, смотрите, поддерживайте. Ну, честно говоря, не скажу, что это Next Gen. То есть видно, что это разрабатывается похоже под PlayStation 4. То есть это, ну, не для PlayStation 5. Причем боевка, похоже, все же из Final Fantasy XV, чему я не очень рад. Мне нравится боевая система именно в семерке, в ремейке. Очень хорошо сделано. Ну, это да, это точно не Next Gen. Это сразу вам говорю. Это именно для PlayStation 4. В первую очередь разрабатывается. Японцы, они вообще славятся тем, что они очень долго поддерживают консоли. Например, Persona 5, по-моему, выходила даже, внимание, на PlayStation 3. Якут за ноль выходила на PlayStation 3 еще, понимаете? Они долго, они потому что, ну, за каждую копейку удавятся. Ну, вообще, правильно, на самом деле, с их стороны. Потому что у PlayStation 3 большая база, у PlayStation 4 еще большая база игроков. И как бы выгоднее именно выпускать еще и на старую консоль. В начале нового поколения. Так больше денег заработаешь. Не, ну что-то любопытное. По духу, вообще не похоже на финалку. Вот честно, вообще не похоже. Но интересно. Похоже почему-то именно больше на европейскую игру. С какими-то узнаваемыми элементами. Ну, из финалки. Понимаешь? Хотя, ты знаешь, вот напоминает именно 12-ю финалку в этом плане. Очень сильно. А я 12-ю очень люблю. Она такая мрачная достаточно. И вот именно стиль у нее такой более европейский. Не японский. Не как у Final Fantasy 7. Хотя в Final Fantasy 7, несмотря на то, что там стиль больше азиатский, рассчитано все равно на западную аудиторию больше. Это видно. Я убью тебя. Если это последнее, что я делаю. Ну ладно. Хорошо, я заинтригован. Когда выход там намечен? Ну-ка давайте дату мне, дату мне. Так, ну эксклюзив. Также доступно на ПК. А, ну типа, консольный эксклюзив. То есть, выйдет на PlayStation. Только, то есть, на Xbox не выйдет. И на ПК выйдет. Понятно. Давайте дальше. Ну хорошо, начало уже хорошее. Мне нравится. Если у них начало такое, то мне страшно представить, что нас ждет впереди. Надеюсь, не разочарует. Потому что они могут. Это же Sony. Так, хорошо. Хорошо. А это, короче, типа, было уже захвачено с PlayStation 5. Ну ладно. А, Майлз Моралес. Толерантный Человек-паук. Я знаю, что есть комикс. С темнокожим Человеком-пауком. Но, блин, вы же понимаете, зачем это было сделано именно сейчас. На волне вот этой вот все херни толерантной. Это же не для того, чтобы вот именно этого, не самого популярного персонажа, да? В играх воплотить. Нет. Это для того, чтобы угодить. И показать, какие мы толерантные. Смотрите. Это вот прям палится за километр, на самом деле. Анимации что-то какие-то совсем, заметьте, не очень. Они не очень плавные, особенно когда он кидал снежок. Как-то странно, но окей, это вот уже игровой процесс. Не, ну красиво, вот смотрите, отражение на воде. Там все видно, это вот рейдрейсинг тот самый. Хотя, может быть, это не рейдрейсинг. То есть, это может быть все сделано искусственно, понимаешь? Это тоже сейчас до сих пор. Это тоже сейчас сделают. Без особых проблем, в общем-то. Просто рейдрейсинг позволяет не париться так много над этим. Это все, типа, автоматом обрабатывается. Не, ну на ютюбе это не очень красиво, конечно, выглядит. Ну и, в общем-то, сейчас то, что мы увидим, все записано с PlayStation 5. Вот этот вот как раз таки момент. Нам объяснили контекст, но это не важно на самом деле. Как мне кажется. Ну да, крутая супер-женщина, я так понимаю, да? Ну да, крутая супер-женщина. Ну, я говорю, ребята, это вот все вот именно вот прям современные тенденции за километр. Всего прям напихано, понимаешь? Это такой вот показательный проект, что вот смотрите, какие мы вот такие вот все толерантные, современные. Какие-то интересные у него способности. Честно скажу, что-то как-то не впечатляет. Ну, честно, то есть это вот все равно похоже на паст-ген. То есть, ну, ничего такого сверхвыдающегося я в этой картинке не вижу. Вот, например, я играл в Spider-Man на PlayStation 4, он выглядит там хорошо. Ну, то есть здесь, в принципе, все то же самое, плюс-минус. Да, ну, может, эффекты лучше, понятное дело, разрешение выше. Но мы этого не увидим, потому что презентация в Full HD какого-то хрена. Почему не в 4К, мне совершенно не ясно. Вот, а так, в принципе, похоже все то же самое. Но это неудивительно. Там же изначально говорили, что это вроде как не полноценная игра. Это что-то типа First Light для Second Sun. То есть, такой самостоятельный аддон или Lost Legacy для Uncharted 4. Все построено на ассетах игры, да, оригинально. То есть, в случае с Lost Legacy, это Uncharted 4. Здесь на ассетах Spider-Mana. Поэтому чудес ждать не стоит. Ну, в целом, как бы, ну, типа, как стартовый релиз вполне себе. Почему нет? Ну, да, в принципе, здесь нет ничего такого, что показало бы все мощное X-гена, вот сейчас надо. Просто знаете, что мне непонятно? Вот, смотрите, они пиарят так свой вот этот вот крутой SSD, да, с помощью, благодаря которому будут быстрые загрузки, там, все дела. А никто ничего показать, в общем-то, не может в действии. Потому что, ну, большая часть вещей, да там, загрузки быстрые, уже реализуемые сейчас, например, там, в Uncharted 4, да, там просто умираешь, и тебя сразу моментально откатывает до предыдущего чекпоинта. То есть, загрузка происходит моментально. Долгая загрузка только, когда игру запускаешь. И все, все остальное время ты просто этих самых загрузок не видишь вообще. То есть, научились их уже скрывать, как бы, да. И, по сути, этим сейчас никого не удивишь. Отдельно хотелось бы отметить следующее. Вот они там говорят, что это повлияет как-то на, типа, создание уровней, да, этот самый, скажу тебе, скажу, этот самый SSD. Но, опять же, они ничего показать не могут. То есть, что увидел бы потребитель? То есть, какие-то эти фишки SSD, они, в первую очередь, все же, больше важны именно самому разработчику, да, которому будет проще эти самые игры делать. Но вот именно обычному обывателю, да, там, покупателю PlayStation 5, эта фишка SSD, мне кажется, не то, что она непонятна, но, на мой взгляд, все же стоило как-то по-человечески объяснить, зачем это нужно потребителю. Я пока, типа, ну, не видел нормального объяснения этого. Со стороны Sony, по крайней мере. То есть, я знаю, там, технореи, они там все уже рассказывали, но технореи люди обычно смотреть не будут, поэтому со стороны Sony все-таки как-то по-человечески стоило это все обрисовать и объяснить вообще, в чем суть нового поколения. То есть, у нас есть лучи и у нас есть SSD. Ну, суть лучей, понятно, картинка становится более красивая, а что, в чем суть SSD? Обывателю это не ясно совершенно, понимаешь? Ну, типа, быстрее загрузки будут, ну ок. А сейчас, что, типа, в эксклюзивах Sony загрузки еще долгие сильно? Ну, есть, конечно, исключения, типа Days Gone, да, но в целом-то там их почти не видно. Опять же, привожу пример Uncharted, да. Там уже хитрыми способами как-то все это дело реализовали. И хотелось бы наглядную демонстрацию того, как будут строиться уровни, да, благодаря этому самому SSD. Так, что-то новое. Соваик в Гарри Поттере, блин. Да, это Гарри Поттер, ну и вообще, понятно. Хогвартс, Хогвартс. Там говорили, что вроде как, скажите, я тебе скажу, разрабатывают большую, вроде как, ролевую игру. Вот, похоже, она, да? Я любил Гарри Поттера на первую PlayStation. Прикольная игра была, кстати. Но, опять же, это не похоже на Next Gen. Это похоже все на Past Gen. Конечно, предупреждали сразу, что такого скачка не будет, как между PlayStation 2 и PlayStation 3, например, да, и PlayStation 3, и между PlayStation 3 и PlayStation 4. Типа, ждать этого не стоит. Но все равно такая надежда, понимаешь. Теплилась до последнего. Мне нравится, что они начали сразу показывать, понимаешь, трейлеры без этого бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот прям по делу. Вот это вот в этом плане Sony молодцы, конечно. Не, ну окей, интересно, но, типа, я не вижу Next Gen. Вова, я Next Gen не чувствую. Потому что у тебя его нет. Что у нас дальше? Давай уже, интрига, интрига. Здорово. А, понятно, Call of Duty сейчас будет. Ох, сейчас будет клюквы, да, подвезут? Все по секретным документам. Ну давайте, я прям жду. Я прям жду, короче, прям не дождусь новой колды. Вот честное слово, потому что мне прям интересно, как сильно бомбанет у всех от нее. Да, во времена Холодной войны переместимся, нам там расскажут всю правду, как оно было на самом деле, понимаешь? Ну, конечно, да, все не то, чем кажется. Ну, кроме того, что русские всегда говно, все не то, чем кажется, нет. Так, давай. Я, кстати, поиграл в колду. Ну, предыдущую, да. Красиво, видно, прям очень дорого сделано. Вот знаешь, прям садишься, и, по-моему, вот на мой взгляд, Call of Duty, вот Modern Warfare, вот которая, вот типа ремейк, да, это, наверное, самая дорогая игра, что я видел в своей жизни. Вот честно, то есть, кто играл, тот меня понимает. Прям видно, что она пипец дорогая, то есть дороже, чем всякие The Last of Us, там все остальное. Вот прям безумно дорогая игра. Вот прям это видно везде. В постановке, в графике, там, блин, в звуке. Звук там вообще охерительный, кстати. Как бы, ну, в этих плавных переходах между сценами, то есть это очень дорого сделано. В CGI-катсценах это все заметно. То есть это вот видно, что игра на все деньги. Но, понятное дело, там, конечно, сюжетно. Ух, весело. Все, но опять в ту колду играет, в первую очередь, не из-за сюжета, а из-за того, что там мультиплеер крутой. Но я знаю, что там тоже засунули пропаганды даже в мультиплеер. Что, блин, слегка это напрягает. Ну, ничего не поделать, чёшь, чёшь. Надо свою Call of Duty делать, да, чтобы не бомбить. Они что делают на свою аудиторию. И поэтому это, в общем-то, неудивительно, почему столько говна мы там видим. Ну, в смысле, для своей страны, потому что им важнее это свой рынок, правильно, а не наш рынок. Странно, чё-то выглядит как-то не так дорого, как предыдущая часть. Вот серьёзно, ребят. Я слышал, что здесь ещё будет, типа, нелинейность какая-то. Там можно будет даже, по-моему, какую-то концовку другую выбить или чё-то типа такого. Ну, как-то так мельком интересовался. Не, реально странно. Может быть, из-за того, что YouTube пережал, да, скажем так, качество какое-то не такое. Ну, в общем, чё-то как-то, на мой взгляд, то есть чё-то как-то она не так дорого выглядит. Или потому что я играл на ПК, это демонстрация с PlayStation 5. Может, может, просто PlayStation 5 не тянет, понимаешь? Новое поколение, оно уже не тянет колбу, понимаешь? Ну, всё может быть. Не, ну, прикольно, добивания прикольные. Не, кстати, касательно стрельбы, вот она в той колде, в предыдущей, она прям была хорошей. Вот прям чувствовалась тоже приятной достаточно. Не как, вот, знаешь, вот как будто бы за каких-то детских автоматиков стреляешь, как это было в предыдущих частях. А вот прям такой хороший, приятный звук, приятный импакт, такой класс. Здесь кто, всё то же самое, это понятно, то есть они это оставили с прошлой части. Просто что-то как-то внешне, честно скажу, странно выглядит. Не, ну, забавно, смотри. Прикольно сделали, да? Это, я так понял, мина, да? А, это типа нам нужно заехать туда, в самолёт. Это типа датчик, я так понимаю, да? Не, ну, в принципе, прикольно, что сделали. Динамично, в стиле Call of Duty такой. Экшн. А, это всё-таки бомба, да. Как я и предполагал с самого начала. Не, ну, постановка клёвая, чё, тут прям вопрос в ноль. Красиво всё бабахает, как положено, такой блокбастер. Не, ну, прикольно. Геймплейно, то есть это прикольно. Ну, в этом году выходит на PlayStation 5. Видимо, как раз-таки с релизом, да? Да-да-да. В эту пятницу можно, короче, в Альфу поиграть. Бесплатно. Угу. Завтра можно уже загрузить. Ну, уже сегодня, получается. Не, ну, прикольно, чё. Это круто. Не, ну, пока презентация мне в целом нравится. Я не вижу NextGen'а. Но в целом, типа, игры-то нормально анонсируют. Пока хорошо идём. Посмотрим, чё дальше. Ну, хочется чё-то такого, понимаешь? Увидеть, от чего челюсть отвалится, и я такой... Всё, я бегу покупать PlayStation 5. Я вот этого хочу увидеть. Но я этого не вижу, к сожалению. Но этого, скорее всего, и не будет. Так, чё у нас тут? О, Resident Evil. Да. Кстати, ждите. Скоро начнётся. Capcom. Интересно, реально. Почему чё с Хильдсом случилось? В прошлом трейлере он Милу застрелил. Беременную. Класс. Это у нас этот... Хватит быть таким паранойком. Ага. Ну, перестанешь. А, ну, понятно. Все, короче, это... Обожрались ягоды, да? И всех начала плющить после этого. Волчьи ягоды нажрались, понимаешь? Вот и результат. Так бывает, да? Не, ну хорошо же, ёбки. Я понимаю, что это не похоже на рейзик, но они в конечном счёте могут вывести, опять же, типа, ну, на то, что это вирус какой-то. Как это было в Resident Evil 7, там же... Ну, я не буду спойлерить. Ладно, может, кто не играл, поиграйте. Интересно. Ну, хорошо, интересно, ладно. Ну, трейлер, конечно, как мне кажется, был хуже, чем предыдущий. Там прям в финале такой твист был жёсткий. В этот раз чё-то как-то, ну, слабовато. Что дальше? Не, реально, то есть, скажи тебе, скажу, трейлер за трейлером, вот это я понимаю. Ну, это игра от этих, господи... Ну, Deathloop, да, я про неё говорил в прошлый раз. Это от разработчиков Dishonored, да, и только поэтому я готов дать ей шанс. Хотя выглядит она очень странно. Ну, это странно. То есть, это какой-то недодезонор, да, то есть, механики из Dishonored. Не знаю. То есть, что-то как-то я вот сейчас смотрю. Очень сомнительно, что из этого выйдет что-то хорошее. Вот даже смотришь, вот как-то не особо приятно стрелять, да, судя по ощущениям. Опять же, то есть, понятно, я делал, что когда играть будешь, оно по-другому будет ощущаться, но такое чувство, будто отдачи вообще никакой нет. Не чувствуется, что пуля попадает по цели, понимаешь, какой-то, ну, не знаю. Ну, то есть, геймплей вроде как динамичный, понимаешь? И очень сильно отдает Dishonored. Со всеми этими подкидами, перемещениями, понимаешь? Ну, это как-то странно все выглядит. Ну, короче, я не знаю, честно. Что-то как-то все это странно, просто нереально странно. Ну, посмотрим, еще долго до релиза. Ну, также доступно будет на PC и PlayStation эксклюзив. Вообще, это странная херня. Какой-то эксклюзив, если, блин, выходит на ПК. Все равно на платформе вашего конкурента выходит эта игра. Но что это за детский сад? Мультиплатформа, так и напишите. Потому что это она и есть. Капкам. Ну, это, скорее всего, которые показывали там про космонавта, да? А, не, погоди, стоп. Это Devil May Cry. Спешл эдишн. Ха-ха-ха. Ну, в принципе, то же самое они делали во времена Devil May Cry 4. С удовольствием приобрету. И с удовольствием перепройду. Замечательная игра. Я получал от нее нереальное удовольствие. На канале есть прохождение, можете найти. Тут, видимо, добавили компанию за Вергилия, да? Как раз-таки ее обещали. Но не добавили, в конечном счете. Видимо, специально для PlayStation 5, да? Чтобы еще раз продать. Ну, ладно. Хитрожопые капкам. Хорошо. Ага, доступно будет в цифровом виде на старте PlayStation 5. Хорошо. Вот это вот уже, я так понял, полный эксклюзив. Что дальше? Понятно. Это сейчас будет про этих. Про мудаконов и глюконов. Опять же, как я уже говорил, я люблю оригинальную. Я потом загуглил. Это же Soul Storm, по-моему, называется. Так вот, Soul Storm, это другое название оригинальной игры, которая выходила уже. То есть, это, по сути, ремейк. Просто ремейк, это не продолжение. Ну, давайте. Я вообще люблю эту игру. Я, если кто-то не играл, рекомендую попробовать. Скачайте там эмулятор. Я не знаю, на эмуляторе поиграть. Игра необычная такая, веселая, достаточно. Играть в нее реально интересно. Там, кроме того, очень крутая атмосфера, крутой мир интересный. И, ну, вот реально играть одно удовольствие. Она такая миловидная слегка, но, поверьте, она жесткая достаточно. Она очень сложная, во-первых. Во-вторых, она прям жестокая достаточно игра. Видно, да, что она дешевая. Денег много не дали. Но, в целом, как бы, я... В любом случае, наверное, поиграю. Не наверное, а точно. Да, как я и говорил, это Soulstorm. Ну, ладно, подождем, посмотрим. Все из этого выйдет. Что дальше? Давайте, удивляйте, удивляйте. Это что-то я не узнаю. Выглядит тоже не очень, кстати. Что-то странная херня какая-то. Что-то несерьезное, судя по всему, да. Мне так кажется. Я не знаю, что это. Грегери, ты встал. Я думаю, что она нашла. Five Nights. Five Nights. А, понятно. Ну, что-то как-то я не знаю. Я вот это вот, я не непонятно. Не понимаю эту игру. Ну, я знаю, что у него большая фанатская база. Я теперь так понимаю, что... Будет полноценная большая игра, да? Ну, посмотрим. Ну, так, я не знаю, мне это неинтересно, абсолютно. И трейлер что-то какой-то, ну, никакой. Надо что-то было посерьезнее все же сделать. Так. Demon's Souls. Да. Так, все, смотрим. Demon's Souls. Это прекрасно всегда. А я не понял, а ли что даже актеров озвучки вернули? Покажите все камни. Сука, понимаешь? И не показывают, все ли камни целые. Просто есть надежда на то, что Блюпоинт восстановит один разрушенный камень. И один разрушенный мир. Да, красота. Ты только глянь на это. Вау. Ни хера себе. Ну, переделали они так серьезно. Слушай, я смотрю. Прикольная анимация, хороший звук, приятный. Ага. Ну, это, короче, здесь враги умирают очень быстро вначале, потому что это обучающая локация. Если ее заваливаешь, то, короче, тебя сразу выкидывает в Нексус. Но можно ее пройти до определенного момента. До короля демонов. Короля демонов, само собой, убить невозможно в самом начале. Не, ну, это классно. Слушай, вот это вот я уже понимаю. Это что-то серьезное. То есть, даже внешне видно, что она выглядит хорошо. Те же самые рыцари, да, с синими глазами. Там еще с красными есть. Ох, ребята. Сколько у меня связано с этой игрой, вы даже себе представить не можете. Кто не в курсе, именно на этом канале появилось полноценное, полное прохождение Demon's Souls в Руссекторе. Впервые, именно здесь. И у меня с этой игрой, скажем так, эта игра стала для меня и для моего канала поворотным моментом. Да, то есть, вот 9 лет назад это было даже... Да, 9 лет назад это случилось. И... Прям очень люблю ее. Для меня она многое значит, и я прям нереально рад тому, что делают ремейк этой потрясающей игры. Вот эта игра заслуживает ремейка. Ну, что-то враги быстро слишком умирают. Вроде как, там нужно было несколько раз их ударить в оригинальной игре. Что-то реально странновато. Но подход был немножко другой, мне кажется, к нему. Они, видимо, часть локации срезали. Короче, этого босса убить можно. А вот следующего уже нельзя. Вы мертвы. Что-то все-таки... Так, эту тварь я ненавижу просто. О, а этот рыцарь, я его тоже ненавижу. Ха-ха-ха-ха-ха. О, да. Ох ты, черт. Да-да-да, флейм луркер. Ну, по-любому они там исправили косяк. Да, его там можно было, в общем, да. Скажем так. Искусственный интеллект можно было сломать слегка и пройти его легко. Ну, выглядит, конечно, клево пипец. Слушайте, прям уже хочется сесть, поиграть. Но, скорее всего, у меня это не получится сделать. К сожалению, ребят. Придется ждать, наверное, следующего года только. Просто говорят, что она будет, типа, на релизе PlayStation 5. Но я не получу PlayStation 5 на релизе. Поэтому придется мне ждать и облизываться до следующего года. Ну, вот это вот та игра, которая мне продала PlayStation 5 уже. Что дальше? Хорошо, это было прям прекрасно. Но что-то все равно, что-то как-то странновато моментами было, должен отметить. Ну, мне кажется, это для демонстрации сделали. Мне кажется, часть локации вырезали обучающей. Не только начало, но и там по ходу пьесы. Между переходами, когда вот переход происходит между локациями, да, через туман. Они тоже, они что-то тоже вырезали. И немножко странновато все равно, что враги быстро дохнут. Но это тоже может быть ради демонстрации. Но что-то как-то тоже странновато. Но посмотрим. Ну, это Fortnite, да. Ну, нахер мне это не надо. Это мне неинтересно. Что теперь? Не, ну, в целом, как бы уже презентация удалась, я могу сказать точно. Так, это включение уже после записи. Я что-то тупанул, когда записывал этот ролик, да, смотрел, когда, проглядел что-то, видимо. Так вот, что такое PS Plus Collection? Это, когда оформляешь подписку PS Plus, тебе, по сути, сразу доступны ряд тайтлов для PlayStation 4 и PlayStation 5. То есть, ты можешь играть в них на PlayStation 4 и на PlayStation 5. Если у тебя оформлено PS Plus. Это то же самое, что и Game Pass, по сути. Вот такая вот история. Но игр, само собой, там сильно меньше. Так, PlayStation 5. Хорошо. Ну, боком мне она не нравится. То есть, вот, боком прям вообще плохо. А вот стоя, прекрасно. Да? Вот это вот не та консоль, которую нужно ложить. И я надеюсь, сука, они положат туда чертову эту подставку. И не нужно будет покупать ее отдельно, потому что, ну, они достали уже. Прямо так дорого подставку вкладывать в комплект. Она так дорого же стоит при производстве. Хорошо. Что у нас тут? Цена сейчас будет, да? Ну, да, это, в принципе, логично. 499 долларов и 399 долларов. Но я думаю, выгодной покупкой будет именно с Digital. Потому что, ну, нахер уже надо, в принципе, вот эти дисковые всякие. Тем более, у меня он, я откажусь, наверное, от дисковой версии. Я лучше куплю Digital. Не вижу смысла просто. Ну, давай, 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 давай. Вот это я понимаю презентация, понимаешь? Без лишних бла-бла-бла только показываю. Это была хорошая презентация. Уже могу лайк поставить. Молодцы. Но то, что они долго тянули сценой, это, конечно, просто полная херня. Что они ждали, боялись, ждали, пока сделает Microsoft свой ход. А Microsoft в этом плане были, конечно, молодцы. Потому что они, ну, вот, все-таки, несмотря на слив, все равно они первыми решились на шаг. Бог войны. А что-нибудь покажут, кроме логотипа, пожалуйста, а? Дата выхода, может быть, нет? Это Рагнарёк, значит, или что это значит? Нужно приготовиться, говорит. Да, Рагнарёк. Грядёт Рагнарёк. В 2021? О, да, я думал, что это будет куда позже. Прохождение Первого Бога Войны можете посмотреть на канале. Оно крутое, действительно крутое вышло. Без лишней скромности это заявляю. Так вот, что могу сказать, в целом, презентация была замечательная, замечательная. Вот так их нужно делать. Но что они, сука, с ценой тянули? Ну, я не знаю, сразу же анонсировали, да и всё. Тем более у них, в принципе, еще предложить в плане игр. Посмотрим, как будут обстоять дела уже после релиза, да. Мне ещё интересно, какие проблемы с браком там будут, какие дефекты будут сразу на старте. И будут ли они вообще? Что касательно игр, пока непонятно, да. Хочется увидеть тесты, да. Всё это вот прям жду не дождусь. Но осталось, в принципе, ждать недолго. Октябрь, и вот в ноябре мы всё узнаем. К сожалению, консолей на всех не хватит. Sony вроде говорила, что сколько? 15 миллионов консолей они хотят реализовать до конца года. Но там уже, по-моему, блин, по предзаказам уже всё разобрали. Поэтому большей части игроков консоль достанется уже в 2021-м. Я не думаю, что у нас вообще не, наверное, появятся продажи. Сильно в этом сомневаюсь. Но поглядим. В общем, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, подписываться на канал. На Telegram, Facebook, Twitter подписывайтесь. Там новости канала. Подписывайтесь на Twitch. Там проходят трансляции на второй канал. Там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. Ну и на третий канал. Там ролики програмовой индустрии выходят. А на сегодня всё. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok